Привет, я Олеся Медведева, и это новый Ясно Понятно блог на канале Страна.ua. Во время предвыборной кампании у Зеленского то и дело отпускали всякие едкие шуточки в отношении Уляны Супру. К примеру, сам Владимир заявлял, что Супру не его врач, и слава богу. Распространялись слухи о том, что после победы на парламентских выборах «Слуги народа» паню Уляну уж точно отправят в отставку. А ее место займет друг Зеленского и создатель частной клиники Борис Михаил Радуцкий. Он, кстати, тоже стал депутатом от президентской партии. Сам Радуцкий смело переругивался с Уляной, грозил ей чуть ли не уголовными делами и тюрьмой. Ну а потом, потом вдруг Радуцкий резко передумал идти в министры здравоохранения. Причем толком так и не пояснив почему. Да и риторика Радуцкого в отношении с Супру вдруг резко, неожиданно стала мягкой. Зато сама министр, как видим, расправила крылья и активно взялась поучать украинцев, как ее имя правильно пишется. Уляна, а не Ульяна. Мол, в отсутствие этого мягкого знака заложен глубокий цивилизационный смысл. А не то, что вы там себе думаете, холопы. Как говорят классики, вот оно че, Михалыч. Ждет ли нас еще пять лет реформы Супрун? Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Как нам стало известно из своих источников, на днях в Украину прилетает делегация из США, якобы поговорить про реформы. И сейчас организовывается их встреча у Владимира Зеленского. Главной темой по нашим данным будет именно медицинская реформа. И понятное дело, что ее идейным вдохновителем является, как вы думаете, кто? Конечно же, исполняющий обязанности министра здравоохранения пани Уляна Супрун. После выборов под ней в очередной раз зашаталось ее должностное кресло. И наш источник говорит, что американские визитеры как минимум попытаются сделать так, чтобы Супрун оставили на должности. Эту информацию также подтвердил известный врач, глава Ассоциации психиатров Украины Глузман. Семен Глузман является давним противником Уляны Супрун. Еще вчера я был уверен, что эпоха Уляны Супрун в моей стране завершена, о чем я спокойно говорил знакомым и телезрителям. Ошибался, увы. Давление на президента Владимира Зеленского продолжается. Цель одна – сохранить госпожу Супрун в министерском кресле. Сначала я не поверил, позвонил весьма информированному знакомому из президентского круга. Тот подтвердил – давят на Зеленского нещадно. И добавил – в понедельник-вторник в Киеве прилетит делегация американских лоббистов с той же целью – даешь Супрун в министры. Тем временем риторика в окружении президента действительно заметно изменилась. Если раньше у Зеленского и сам Зеленский открыто критиковали Супрун и ее реформу, то сейчас все говорят о том, что да не такая уж она и плохая эта Уляна. И в общем-то реформа неплохая, и в общем-то можно ее продолжать, ну там немножко подкорректировать. И это может косвенно свидетельствовать о том, что у Зеленского действительно подумывают оставить Супрун на должности министра здравоохранения. А с учетом того, что у Слуги народа в новом парламенте большинство, Супрун может сменить название своей должности с исполняющей обязанности на министра полноценного. Итак, кто же лобберет Супрун в новое правительство? Тот факт, что Уляну крепко поддерживают в США, абсолютно не является секретом, и я это многократно говорила в своих блогах. Ее несколько раз уже пытались отправить в отставку, но несмотря на решительный настрой парламентского профильного комитета, никому это сделать так и не удалось. Последний раз Супрун пытались изгнать из министерства в феврале этого года. Тогда окружной суд Киева предписал временно отстранить Супрун от исполнения своих должностных обязанностей. В рамках разбирательства по иску народного депутата от радикальной партии Игоря Масичука, сейчас уже он не в радикальной партии, как и радикальной партии в парламенте больше нет. Он утверждал, что Супрун была назначена на эту должность незаконно. Тогда в министерстве подчинились, но ударили по украинской медицине ниже пояса. Были заблокированы ряд документов о регистрации лекарств и, главное, выезду на заграничное лечение тяжело больных граждан. Позже окружной суд отменил свое решение и дело спустили на тормозах. И если вы помните, тогда открыто в защиту Супрун выступил экс-президент Порошенко. Многие удивлялись, почему именно Супрун, министра здравоохранения, Порошенко с собой брал во время визита в США. Глава национальной медицинской палаты Сергей Кравченко рассказал нам следующее. Супрун в США поддерживает не только украинская диаспора. Ее интересы лоббирует куратор ЦРУ по Украине Возняк, ее двоюродный брат. Плюс тратятся немалые деньги на антикризисный пиар от 30 тысяч до 60 тысяч долларов в месяц. Еще в прошлом году Семен Глузман написал открытое письмо главе ЦРУ, которым попросил обратить внимание на деятельность Возняка. Глузман рассказал стране, что Супрун сумела залучиться поддержкой украинской диаспоры в США. Ее представители, к слову, ожидаются в составе делегации, которая со дня на день должна прибыть в Киев. По словам Кравченко, работают также специализированные американские лоббистские компании. По информации Глузмана Порошенко, который поддерживал Супрун, перед выборами очень хотел от нее избавиться, потому что понимал, что глава Минздрава очень портит ему рейтинг. Но так и не смог этого сделать, боясь поссориться с американскими донорами. Кстати, интересный факт, что во время визита Зеленского в Канаду туда также незапланированно вылетела Супрун. Существует несколько версий того, почему американцы так рьяно отстаивают Супрун на позиции министра здравоохранения Украины. От родственных ее лоббирует семья со связями до конспирологических, а-ля рука Вашингтона. Но по мнению Сергея Кравченко Супрун на посту главы Минздрава, интересно не столько американским властям, сколько международной фармацевтической мафии. Главный их интерес – это международные закупки, на которых Украина тратит порядка 7 миллиардов гривен в год, а также схемы на основании кредитных и грантовых средств. Так, за время работы Супрун в министерстве было потрачено на закупку лекарств порядка 12 миллиардов гривен. Но по факту в страну завезли препаратов лишь на треть от этой суммы. Причем немало медикаментов, по которым подходит к концу срок годности или откровенно некачественных. Ранее Зеленский и его окружение очень нелестно высказывались о Супруной в принципе медицинской реформе. Все тот же Михаил Радуцкий, бывший претендент на пост министра здравоохранения и советник президента по медицине, во время своей недавней перепалки в фейсбуке с Уляной Супрун заявил, весна придет сажать будем, известный месседж, однако знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно. Что широкая общественность тут же связала с заявлением команды Зеленского об аудите в медицине. И сделала вывод, что Супрун ждет, если не посадка, так точно уголовное дело. На что Супрун ответила своим постом по косточкам, разобрав пост Радуцкого. Но и здесь Радуцкий не промолчал, а напомнил Супрун, что именно это правительство и проиграло выборы. Но потом почему-то Радуцкий вдруг сменил риторику и очень сильно смягчився, славшись на то, что это все журналисты перекрутили, это все там журналисты себе что-то понадумали. Опять-таки перекрученная информация, причем журналистами, а не Супрун. На прошлой неделе Радуцкий, которому пророчили пост министра здравоохранения, вдруг от него отказался по абсолютно непонятным причинам. И сказал, что готов лишь занять пост главы профильного комитета в парламенте. Более того, в своем интервью, которое он дал нашему изданию, он заявил, что никакого конфликта с Супрун и не было. Все почему-то пытают вывести меня на конфликт с Супрун. У меня нет Супрун конфликта. Мало того, про расизм тоже не Супрун сказала, а сказали журналисты в заголовках. Мало того, я вам скажу, что она оказалась первым министром в Украине, извините за выражение, с железными вещами. То, что Квиташвили сдался, не пробил стену. Никто не пробил, а Уляна пробил. И какие-то вещи она сделала те, которые, ну, она когда пошла с этими законами, я не верил, что она могла сделать. Теперь дальше. Ну, точно мне, я с Уляной не собираюсь воевать, хотя бы из тех соображений, что Борис первый, кто поддержал реформу и сделал декларацию, то есть ввел у себя институт семейных врачей. Я считаю, что точно это прибыли не приносило, но мы точно не проиграли. Но для меня важно, чтобы вот запустилась система, то есть. Также Радуцкий отметил, что по сути нет смысла отменять реформу Супрум. Смотрите, отменять и вернуться опять на пять лет назад, мы этим занимаемся 28 лет. В медицинской реформе, я бы ее не называл реформой, я вообще ненавижу слово реформа, то есть те изменения, которые были сделаны, там есть какие-то вещи положительные, какие-то вещи задекларированы правильно, а делаются там, требуют ревизии, будем так говорить. Но будем говорить то, что волнует всех, первичку точно мы не видим необходимости ее отменять и изменять. Коллеги Радуцкого допустили, что он стал более осторожным в своих высказываниях и отказался от министерских амбиций не просто так. Один из нардепов сказал стране, что с Радуцким уже поработали. В Зе-команде дали понять, что американцы сильно давят и Супрум имеет все шансы остаться на своей должности. Ну а если в целом посмотреть на ситуацию, то по правительству мы увидим картину очень показательную. Все кандидатуры, которые рассматриваются на пост премьер-министра, так или иначе связаны с Соросом. Данилюк, Абрамовичус, Рожкован, Гончарук, Витренко, Коболев и так далее. Поле того уходят слухи, что и сама Супрум по настоятельным просьбам из Вашингтона рассматривается на пост премьер-министра Украины. Хотя это вообще будет пи***ц. Но даже если ее оставят на посту министра здравоохранения, то возникает вопрос. А почему до выборов избирателям слуги народа не говорили, что голосуя за эту партию, они голосуют за сохранение супрум своей должности министра? Как-то нехорошо получится. Совсем некрасиво. На этом у меня пока все. С вами была я, Алиса Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна Юэй. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и оставляйте свое мнение в комментариях. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока!